всем доброго времени суток с вами канал артмания и сегодня я записываю видео обзор куда я потратил 50 тысяч рублей сразу скажу ко мне приезжал папа и захотел чтобы я купил все что захочу то есть привез определенную сумму вот и сегодня хочу показать что я купила вот сейчас уже такие ролики популярные в ю тубе естественно конечно появился у меня ролик я как раз немножечко до этого начала задуматься думал бы кто-нибудь пришел и дал мне денежку и сказал вот наташа потрате вот там у меня был запасе всего несколько часов часа где-то 34 вот поэтому долго раздумывать было некогда что я что-то купила но все равно я что-то забыла вот но я купила очень довольно много всего и давайте посмотрим начнем из самых больших покупок и закончим маленькими я решила то помяты здесь 23 1296 рублей это донессе я купила видеокамеру себе новым у меня видеокамера 1 есть я купила вторую потому что у меня батарейка начинает садиться на 1 не знаю короче захотела вторую вот на нее будет видеообзор отдельно отдельный будет видеообзор на нее вот так же у нее продается там же в днс для нее аккумулятор три с половиной он стоил два года гарантии в этом же магазине продается аккумулятор для вот той видеокамер который сейчас снимает аккумулятор нужно заказывать на сайте канон или вот у каком-то сайте оплачивать деньги и там месяце сколько-то времени нужно ждать пока он придет то есть а тут можно потрогать посмотреть да видеокамера ой господи аккумулятор да он похожий все это он то есть так же я купила мышку лоджи текс вот хорошая большая мышка я очень люблю большие именно мышки колесиком по бокам здесь у меня кнопочки вот сколько она стоила 1800 она стоила такие у меня покупки большие ну за все это мы отдали 23 тысячи смело плюс еще 3000 мы отдали чтобы если с видеокамеры за три года что-то произойдет они бесплатно ее будут чинить а если поломка допустим не могут они починить то они якобы выдают новую видеокамеру ну не знаю это все написано здесь договор в этом в принципе потом почитаем следующая покупка у нас была в Ашане никогда не думала что я смогу в Ашане купить на большую сумму обычно там тысячи полторы у меня было в последнее время уже меньше меньше потому что в принципе у меня уже все есть уже так просто по мелочи сбегаешь но тут получилось почти 7000 рублей 7000 рублей получилось только в Ашане купила я мячик у нас один мячик у Димы есть он на дачу мы его отвезли и чтобы у нас был дома вот ну давайте я просто сейчас по мелочи быстренько пробегу так купила лото деревянное они где-то по 200 рублей были купила с животными и овощи и фрукты на них кстати будет отдельный обзор наверное даже сразу два я открою не буду их по отдельности выпускать не знаю мне кажется смысла нет штучку такую для песка купил это вот Диме чтобы на пляже было чем-то заняться так бумага цветная там она нам понадобится так ну естественно как же нам не обойтись без шампуня и бальзама купила я 100 рецептов потому что они мне больше нравятся они мне больше подходят именно 100 рецептов я всегда стоя иду я беру всегда их ну и соответственно взяла другие вот я взяла ЕЛСЕФ заодно два бальзама я всегда беру один шампунь и два бальзама потому что бальзамы на мою такие длиннющие волосы у меня уходит всегда больше всегда у меня быстро заканчивается вот у меня шампунь да шампунь вот он взяла я тоник чистая линия с розами кстати он очень нравится если появляются какие-нибудь прыщики красненькие там такие вот не совсем красивые на лице я всегда вот этим вот тоником несколько раз там лицо вернее несколько дней подряд лицо протрешь и все и они исчезают то есть прям вообще он шикарный он мне прям очень-очень нравится вот ну и также заодно взяла нежная пенка и молочко для снятия макияжа они там рублей по 60 наверное были так же взяла кисти вот в прошлый раз я ездила в прошлом году где-то перед первым сентябрем там как раз были вот такие вот кисточки несколько штук взяли не очень-очень понравились и естественно этот раз я была я сразу всю себе небольшую коллекцию там двойка восьмерка там сейчас а тройка двойка да то есть вся коллекция там до 10 надо было хорошим взять два набора то есть еще один такой же второй не знаю почему я не взяла подумала ну у меня уже есть взяла еще у меня хватит ладно хотя честно говоря кто художники берите если вам кисточка это понравилось ездите возьмите еще парочку потому что потом она может исчезнуть и вы не найдете ее больше нигде а подобные кисточка они уже не те ни одна такая есть я не могу найти именно точно такую же вторую их уже не продают уже не производят есть подобные но это уже совершенно не то здесь была маска или всего еще она стоила 400 рублей чине не знаю почему я на цены посмотрел обычно я смотрю все равно на цены но я не посмотрела видать ее по моему хорошо так брали для длинных волос попробуем ее тоже потом расскажу так тоже лубая глина я очень люблю глину лицо я намазываю часто глиной потому что мне кажется что глина именно морщинки убирает вот мне уже заканчиваться начала и я увидела ваша не продается там надо взять я взяла голубую было еще розовая и белая мне некогда было читать время шло надо было срочно быстрее 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 локолюд зубная паста у меня бережное отбеливание хочу попытаться отбелить свои зубки немножечко в принципе я уже когда-то давно пользовался отбеливала отбеливающими пастами они мне помогали но той отбеливающей пасты уже нету в магазине не продается опять же если вы что-то попробовали вам понравилось купите лучше еще чтобы она у вас была вот ну локолюд мне в принципе очень нравится зубная паста обычно я пользуюсь либо вот ею либо лесной бальзам другим за мне не нравится другие я пробовала мне не нравится можно было кстати еще взять так также я взяла такую тарелочку она стоила в районе 300 рублей эту тарелочку я взяла для видео обзоров я давно уже очень давно ищу тарелочку вот и там еще было нежно-розового цвета прям такая вот маленькая часть я думаю надо было ее взять можно было бы в ней фотографировать небольшие там фотосессии проводить продуктов знаете у меня там есть продукты видео обзоры на них делаю в принципе мне все хорошо но у нее посередине виден вот этот вот кружочек которого сзади находится вот он здесь виден я подумал я уже столько времени уже просто ищу тарелку на обзор думала нафиг с ней возьму ее может быть дом не так будет видно вот она клутом клут 400 по-моему рублей стоила а гель еще я взяла для умывания чистая линия также взяла такую штучку что-то там для детей короче складывать из фигурок какие-то там другие фигурки она короче дешево стоило не помню сколько так я взяла сковородку без покрытия очень люблю сковородки без покрытия мне сковородка где-то 80-х годов вы наверное во влоге ее видели вот она здесь точно такая же я давно на нее уже смотрела была часто в ашане думала брать не брать а тут я думаю да да брать вот надо брать думаю пока есть такая возможность вот я думаю она должна быть хорошей стоила на где-то полторы тысячи спросил консультанты консультант сказал что вроде бы берут не возвращает вот ну и там я смотрю то есть там ну видно что берут ее это мало довольно висят она довольно такая тяжелая то есть консультант тоже сказал то что она тяжелая она хорошая вот и не знаю должна быть хорошая а в любом случае на нее отдельный обзор не знаю будет не будет пока не знаю но во влоге она точно скоро мелькнет вы ее увидите вот короче так 26 сантиметров стоила она полторы тысячи где-то так ну и конечно же шоколадки мои любимые 6 штук я взяла мне очень нравится шоколадки такие альпенгоид капучино они такие мягкие нежные не знаю мне просто очень очень не нравится например бабаевские они довольно жестковатые а вот если начинается жара лето она сразу такая мягче и просто классно сейчас я сижу дома уже и думаю надо было взять прямо целую пачку целый блок и все в принципе можно было так взять пока есть такая возможность вот ну взяла они стоят в районе 50 с чем-то рублей 60 где-то так вот принципе здесь у меня уже все сейчас перейдем с вами к следующему мешку так и следующая нас покупка была домовой да кстати забыла сказать я ездила вам бар у нас в самаре вот поскольку папа когда приехал я была на даче с родителями то ближайший магазин торговый центр это был амбар вот немножечко его внутри поснимал сколько у меня получилось потому что времени не было меня снимать естественно тоже было не было времени я думал что мы с папой погуляем спокойненько поболтаем то есть мне думал что это будет так а папа сказал у нас есть три часа наташа вперед покупать все что хочешь и все и я просто сбегала магазин просто глазами так смотрела так что мне надо бусылька в один магазин второй магазин третий четвертый пятый потом они повел по бутикам давай бутики там такой сиклы вот и просто там глазами быстро 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 потому что у него нет времени он по делам приехал в самару и ему уже там на следующий день уже нужно уезжать а еще там другие много много других дел вот не так допустим как сейчас в ютубе пишут там дают определенную сумму и просто человек очень быстро ее должен потратить мне немножечко ну немножечко было по-другому вот на перейдем сюда здесь вы видите торчат две палки сейчас надо не дойдем а так покупка у нас здесь была семь с половиной тысяч семь с половиной тысяч представляете то есть вот это то что мне так реально было необходимо я откладывала каждый раз каждый месяц откладывала деньги все никак не могла выбраться в магазин я бы конечно потратила постепенно но немножечко наверное поменьше сумму и наверное у меня была эта покупка немножко качеством наверно пал по хуже мне кажется так или не за может быть я реально трачу каждый месяц не спустя несколько месяцев такие большие суммы не знаю что там дико стало интересно откладывать чеки это с 1 января допустим целый год откладывать чеки интересно сколько денег мы тратим за один год даже это стало интересно не буду вас трамить купили мы коврик вот такой это коврик для димы ванную я давно хотела потому что он у меня моется я подкладываю полотенчика чтоб там какую-нибудь заразу не подцепить не заразу а грибок там вот на одно потому что я же не знаю что у меня там мужа может быть есть мы же не знаем этого вот это будет теперь коврик он на присос как прям много так тут присосок тяжеленький такой стоил 229 рублей ну рисунков там особо не было прям разных какой был был цветочек но у меня мальчик я не стала брать так также я купила на ванную мыльница до мыльницы на ванну я хотел конечно немножечко другую но наверно такая пойдет когда мы зимой моем ручки мне неудобно каждый раз разворачиваешься так вот лазишь там в мыльницу и и там несешь через всю раковину там она капает все это потом мой мне хочет чтобы ребенок сам брал это мыло мыл руки потом обратно его складывал то есть чтобы это все было рядышком вот и поэтому не зло надется стоило рублей 70 вот так вам будет виднее это но он такая большая в принципе здесь можно какие-то игрушечки может быть положить может быть что-то еще очень удобно так чувствую также я купила заварочник чайник заварочный до объем литр мы с вами сейчас посмотрим мне у меня очень много на самом деле заварочников я выбирала каждый год не каждый год а часто довольно купала но все оказалось оказывалось никто не то не то что же такое когда я куплю нормальный мне последнее время уже мне был просто стеклянный прозрачный но в какой-то момент я поняла то что он плохо заваривать потому что он стеклянный нужно именно чтобы он был какой-то там керамический или какой-то чтобы у него стенки были толстый поэтому он будет заваривать хорошо у нас на даче такое у всех всегда были такие я захотела заварочник мы с папой купили вот такой вот он стоил 700 рублей тоже ну да в этом магазине вот здесь розочки нарисованы в принципе такой довольно красивенький такой то есть я и выбирал чтобы допустим можно было туда руку засунуть и оттуда там помыть допустим лист листочки оттуда вы вынуть единственное там вот за его не увидите дырка я не хотелось этой дыркой потому что туда залазит листочки их потом вытащить сложно хотя тут довольно не знаю наверное можно вытащить может быть даже так лучше можно там все промыть не знаю вот такой вот чайничек мне в принципе да в принципе он мне понравится с розочками но когда я увидела что на коробочке что если еще такой вот вместе с сиренью он это серий да я захотела сирени но оказалось что у них нет наличие ну кого мне был нужен срочно поэтому уже брали что есть в принципе с розочками да мне довольно нравится он такой одно под наш стиль сделаны с такими печатями шторка ванную 770 рублей довольно темненькая но в принципе она красивая тканевая потому что у нас когда-то была шторка тканевая мне очень она нравилась очень такая удобно она плотная сейчас у нас висит самое дешевое и там чуть-чуть не знаю она такая тонкая совсем кажется сейчас ты заденешь там будет дырочка здесь уже тканевая такая красивая размер 180 на 180 и в нее вшитые то есть в нее прям сделаны вот эти вот кольца они там не отдельно где-то там болтаются которые могут слететь сползти выскочить они прямо нее сделаны вот и тут как бы такая вот идет дырочка на я надеюсь что она одевается нормально надеюсь мы здесь все хорошо вот одену ее я наверно может в конце ролика фотографию может быть поставлю не знаю факт тогда мне до нее дойдут руки но постараюсь так швабры не помещается в кадр мне очень нравится такие вот швабры именно с этими губками а до этого у меня были то есть отжимной ролик наверное это так называется и было тут вот видите она одна а у меня и было вот так две то есть еще одна вот такая же вот ну вроде консультант сказал что у меня якобы дома точно такая же все в порядке я боялся что просто эта губка будет ерзать лишний раз туда-сюда мне почему-то так казалось она стоила в районе 400 рублей я взяла их сразу две потому что моя допустим случайно так получился случайно моя мама сломала то есть ручку то есть вот раскручивается вот здесь она тоже вкручивается то есть вот этот вот ролик каким-то образом мама сломала и у меня вторая часть палки то есть вторая часть палки она просто вылазит вот моя швабра конечно мне очень нравится я пробовал и моментом заклеивала и что я только не пробовал но она слазит уже все придется ее выкидывать поэтому я подумала что проще всего наверно покупать полностью новую швабру и все и также у меня здесь вот они естественно болтики ржавеют постоянно мне уже много таких швабр было и менять я думаю нет смысла проще купить новую хотя бы если допустим она будет на целый год вам хватать то в следующем году вы можете за 400 рублей вполне это будет довольно дешево купить новую швабру поэтому я взяла две я говорю папа я беру две вот пожалуйста вот хоть все забирай я бы забрала честно все если бы я была на сто процентов уверена что они нормальные вот но я была не уверена поэтому я взяла всего лишь две хотя можно было денежные побольше взять но опять же просто дома лишние вещи складировать конечно это нужная вещь и так же у меня постельное белье здесь у нас сирень стоило но две с половиной тысячи рублей должно быть полуторка вот такая вот сирень и также я взяла два комплекта здесь у меня цветочки он тоже стоил две с половиной вот в принципе я думаю это нормально хотя нет 140 хотя нет а не дух спальни полуторка наверно все таки конечно сейчас в наше время разнообразие много но честно говоря отлично мне мне не нравится допустим сверху допустим не нравится то что вот они цветочки все то есть тут красиво а простынка и пододеяльник с другой нижней стороны получается какой-то всегда делать каких-то некрасивых в клеточку там в полосочку в треугольнички там какие-то мне не нравится допустим здесь мне нравится его можно и так я не знаю тут какой а ну да здесь простынка беленькая цветочек и пододеяльник снизу он беленький в цветочек а сверху он фиолетовый то есть вот так получается мы вместе они вышли конечно около пяти тысяч рублей с мелочью конечно наконец-то у меня появилось постельное белье потому что у меня было постельное белье во время переезда но растерялась довольно хорошо так растерялась вроде все складываешь во время переезда но каким то образом все это теряется вот и наконец-то у меня она появилась здесь у нас все домовой мы переходим с вами к следующей покупке это все еще не все еще самое интересное у нас впереди так следующая наша покупка честно говоря забыла то что это я купила в ашане тоже она стоила полторы тысячи она тоже относится к первому мешку ашановскому просто она так хорошо встала рядом с этой коробкой и просто я про нее забыла в принципе вот она видите ее конструктор у нас так сколько у нас тут деталей то просто не знаю что там детали большой такой вот видите огромный просто конструктор для димочки димочка будет собирать играть я так думаю все дети собирают конструктор честно говоря я тоже люблю очень собирать конструктор мы кстати с вами у меня есть ролик как мы с вами собирали конструктор там розовенький домик и в принципе скоро мы с вами будем еще собирать конструктор не этот а другой у меня там еще один есть вот ну положим его немножко опа вот дальше у нас идет детский мир также мы с трудом вам паре с папой нашли детский мир я знала что он есть но не знала где мы нашли две тысячи вот был рублей лошадка стоило так а общая сумма у нас получилось три с половиной лошадку вынимать я не буду ее надо собрать будет в конце ролика на нее фотография и также вы в каком-то влоге увидите как дима на ней катается вот либо может быть я ролик отдельный запишу в конце может быть он будет какая она на ощупь там не знаю или обзор не знаю нужен обзор или не нужен на нее напишите в комментариях потому что этот ролик наверное выйдет на днях вот сейчас потому что день рождения у меня уже послезавтра вот не знаю напишите если вам нужен этот обзор на нее то напишите в комментариях вот она мохнатенькая прям такая это хорошая лошадка надеюсь он будет на ней кататься вот ну и также купили памперс памперсы мерис мерис да 54 штуки элька 9-14 кг вот до этого мы уже не мы а папа нам привозил такие памперсы честно говоря они немножечко не очень понравились так ну в принципе я взяла потому что ребенку заканчиваются памперсы да они нужны вот их здесь много довольно хорошие попробуем еще раз может быть мне они понравятся вот ну такая вот здесь была покупка уже поменьше немножечко вы наверное спросите Наташа где одежда где одежда косметика они тоже будут сейчас я тоже все это покажу естественно вот получилось еще знаете так то что я уже то есть до папы уже съездила по магазину там кстати тоже есть отдельный ролик уже купила всю одежду необходимую которая мне нужна и тут конечно приезжает папа и у меня уже практически все куплено мне осталось там совсем чуть-чуть докупить просто и поэтому в принципе я подумала что я буду покупать опять лишнюю одежду у меня ее и так очень много у меня ее битком просто вот я купила то что мне нужно на данный момент самое необходимое то есть ну немножечко там с небольшим таким запасиком вот переходим с вами к следующей покупке уже немножечко поменьше так следующая у нас покупка в Литуале как только мы зашли в первый магазин это был Литуаль я увидела вот здесь в нем я купила шампунь я давно его искала шампунь гарниер он очень подходит моим волосам у меня волосы такие сразу становятся блестят такие гладкие красивые сейчас кстати я голову намыла им уже просто не удержалась решила до обзора помыть голову мне очень понравился он он очень приятно пахнет так не помню я сказала где-то около трех с половиной рублей у нас покупка здесь вот можно было даже наверное взять еще не знаю почему я не взяла вот также бальзам также две штуки к нему так и какое у нас органовое масло и камелия экстракт тусклые непослушные длинные волосы ну как раз у меня длинные волосы хотела там еще мне предлагали против выпадения волос какой-то там был шампунь но я не знала поможет он мне или не поможет действительно потому что я знаю что продавцы консультанта предлагают то что им нужно сейчас срочно купить а на самом деле оно помогает не помогает короче не стала брать думаю в принципе ладно а то вдруг потому что у меня был другой шампунь и у меня очень сильно волосы от него начали выпадать не знаю почему но вот начали выпадать так также здесь вот масло масло для сияния вчера я им тоже воспользовалась когда я покупала я думала что это не масло а какая-то просто жидкость которая вот против выпадения волос просто там вот брызывается на корни там на волосы выяснилось что это масло у меня волосы сначала стали жирные но блестят на утро я сегодня проснулся они да довольно блестят мне прям понравилось так вот они какие-то такие хорошие стали даже в принципе немножечко меньше стали выпадать вот такое новинка кстати хотела сказать вкусное вот также мне еще дали что-то попробовать какие-то там пробники не знаю короче что-то тут дали нам мне какие-то пробники честно говоря пробники я не очень люблю я никогда ими не пользовалась не пользуюсь не пользовалась не собираюсь пользоваться я их не люблю вот потому что в пробнике обычно закладывать что-то самое лучшее когда он тебе понравился этот пробник ты идешь покупаешь в магазин там оказывается все совершенно другое я уже с этим много расталкивалась поэтому ну не знаю я посмотрю может я попробую вот и последние покупки у меня тушь Max Factor я о ней мечтала на самом деле очень давно еще помню училась в школе видела в магазине продается эта тушь и у меня была еще реклама тогда по телевизору типа там самая лучшая тушь там удлиняет реснички там все такое я просто о ней постоянно мечтала для меня она стоила довольно дорого вот и потом когда уже выросла что-то не было надобности ее покупать а тут я подумала а почему бы и не купить вот так она здесь по-моему с эффектом накладных ресниц по-моему у меня какая-то такая же подобная была по-моему вот эта 400 что с чем-то рублей была стоила а у меня была еще где-то около полторы а нет 2000 у меня была стоила тушь в принципе там мне немножечко понравилось так средне понравилось с эффектом накладных ресниц с самого длинного потому что я люблю когда у меня ресницы вот так вот торчат они большие когда мне очень нравится вот ну не знаю сказали что будут ресницы большие не знаю даже тоже кстати это вы увидите в каком-нибудь влоге я это скажу вот и так же я взяла взяла а тональный крем он стоил 700 рублей вот попробовать в принципе с тональными кремами довольно все посложнее может подойти оттенок может не подойти там была акция типа если купишь три вот таких то третий пойдет в подарок я не стала брать потому что цвет может мне не подойти но представляете у меня будет лицо темное там а здесь все светленькое или наоборот лицо будет светлое а здесь все темное то есть ну как то будет не так смотреться стоил он 700 рублей макс фактор кстати тоже вот в принципе из туалета у нас все небольшой мешочек даже дали дали мне так же карточку у меня ее оказывается не было вот даже может быть я еще пойду ароматы я никакие не покупала хотя в принципе можно было бы допустим купить дольче кабана мне троечку очень нравится потому что у меня есть я ему брызгаюсь довольно редко все стараюсь его коплю коплю чтобы там где-то лишний раз там не просто там на улице куда-то пошел там побрызгался а именно держу гости когда вот это уже только сейчас я начинаю задумываться об этом потому что блин надо было купить пока была такая возможность тогда бы я уже просто брызгалась каждый день просто его там налево направо так и переходим с вами к следующей нашей покупке следующая наша покупка в магазине зола мне магазин этот в принципе очень понравился там довольно хорошая качественная одежда и она кстати не такая уж прямо дорогая мне почему-то казалось всегда что если бутик то там будет вся одежда там от десяти от пятнадцати тысяч и выше то есть там вообще туда не стоит заходить но папа сказал давай зайдем типа он одевается там вот тебе понравится вот ну в принципе там не так много одежды я не знаю вот я только вот выбрала маечку купила я ее за тысячи четыреста рублей причем я заметила ее когда мы уже с папой стали уходить и тут мой глаз вдруг остановился на этой маечке и как раз папа тоже себе что-то выбирал и так получилось что мы вместе вышли то есть вернее зашли в этот бутик обратно папа пошел в мужскую сторону там где мужская одежда а я в сторону женская вот в принципе я давно такую хотела я честно говоря наверное даже буду ходить потом в этот магазин проще сказать накопить денег и пойти купить одну вещь но хорошего качества а не какую-то там фигню вот такая вот маечка она где-то немножечко может быть с животика открыт но сейчас мода такая открытые животики где-то она такая вот красивенькая на резиночке вот здесь вот то есть ее можно как плечики открытые можно так наверное как маечка довольно все качественно выполнено здесь вот вышивка все хорошо посмотрим никаких ниток нету потому что я покупала одежду в других магазинах более такой таких дешевых типа московская ярмарка планета одежды обуви там там тоже довольно красивая одежда то есть практически та же самая которая продается в бутиках но уже с нитками вот здесь вот ниток нету вот размер у меня это xs даже вот 42 даже 42 размер там конечно все мере я узнала что оказывается у меня не 46 размер уже а уже 44 хорошо я посидела на диете вот не знаю мне маму у тебя все равно наверное 46 размер остался но нет оказывается 44 а это мальчика даже 42 размера ну она в принципе вся такая не облегает она как бы висит поэтому если бы конечно я взяла 44 она мне кажется была бы побольше а это в принципе такая на лето именно вот да именно на лето на жару не облегающая вообще просто супер к ней еще какие-нибудь красивые шортики и все будет шикарно так это у нас было золо и здесь уже пошли у меня маечки мы зашли в модис и там был еще какой-то другой магазин а вот у меня один чек есть страдиварис страдиварис какой-то магазин был там маечка 700 рублей сейчас мы ее найдем наверное вот она да вот она страдиварис сейчас как раз мода пошла на такие маечки именно с таким рисуночком и она довольно коротенькая то есть тоже как бы не облегает немножечко висит может быть немножечко будет виден животик но у меня живот в принципе не такой же страшный как бы он есть но не настолько прям бывают девушек реально настолько там большие животы но тем не менее они надевают такую одежду смотрятся конечно не так красиво но как бы им пофигу ну и народу тоже пофигу вот такая довольно красивая здесь размер у нас м к м к это наверное на какой размер у нас получается 44 46 наверное что ли не знаю даже 28 на 44 где-то вот не облегает довольно хорошее довольно красивое то есть мне кажется такую мальчику где-то там в обыкновенных в этих магазинах я не находила естественно и также мы зашли с папой в модис по-моему только модис что ли а нет по-моему здесь одна должна быть не из модиса а нет модиса да зашли в модис там была вот такая маечка сейчас такие маечки кстати в моде нет вот так вот в моде именно вот эти вот лямочки такие вот обшиты красивой тканью то есть ну в принципе довольно красивенькая 44 размера здесь вот на пуговках она расстегивается да она даже расстегивается серенькая была по-моему черная или белая там какая-то была и вот эта была я взяла эту в принципе я вот сейчас уже дома сижу и думаю надо было взять побольше где бы я ее потом еще купила вот пока я теперь там доеду до модиса это пройдет все лето вот купили мы ее сейчас я найду наверное где-то наверное рублей за 400 я так думаю наверное где-то так вот вот и так же здесь вот тоже где-то по 300 по 400 рублей они стоили то есть обычные мальчики как вот сейчас на мне точно такие же я их кстати искала не могла никак найти в нашем районе чтоб на мне ездить это вот они вот такие вот 44 размера они не сильно облегают и как бы не сильно висят такие очень приятные на ощупь очень такие вот на самом деле когда я вылетала в торопях из примерочной я думала сейчас я быстренько долечу до края магазина где они висят думаю возьму оставшиеся потому что эти мальчики они всегда нужны они всегда нужны в принципе летом я их всегда одеваю там с сортиками там я не знаю с джинсами там то есть я всегда их одеваю и я такая прям в мыслях там лечу по этому модиусу и там стоит папа я его естественно не заметила он такой ну чё ты помедила всё я аж прям напугалась ой ты меня напугал вот говорю да всё и короче я забыла в итоге взять и потом я вспомнила что я хотела взять уже там в другом магазине когда мы уже ушли ну думаю в принципе ладно взяла я их три штуки три да всего три штуки я взяла жёлтенькую вот она без рисуночка кажется кстати такой большой но нет она нормальная вот светло-розовенькую здесь даже написано что это модис в принципе если у меня получится выйти наверное в магазин хотя навряд ли я бы наверное купила с удовольствием ещё таких мальчик вот нежненькая такая ну вот эти мне не очень ну в принципе как бы нет других вариантов я взяла а вот эта вот серенькая в принципе она мне понравилась вот вот она тоже точно такая же здесь есть какие-то буковки что-то написано на английском не знаю нужно будет перевести а то может вообще там что-нибудь написано плохое вот и в принципе это всё у нас да 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 в принципе это у нас всё это вот такие вот у нас все покупочки в конце ролика наверное да я оставлю наверное фотографии какие-нибудь может быть не знаю ролик я хочу сегодня смонтировать и наверное сегодня выложить в принципе вы всё это видели даже не знаю будут в конце ролика фотографии или нет в любом случае все эти вещи они будут мелькать во влогах вы их увидите смотрите влоги они у меня не такие уж длинные довольно интересные я стараюсь для вас монтирую записываю эти ролики так же скоро будет обзор на новенькую видеокамеру видеокамера там была Sony у нас вот хотела купить Panasonic вот но мне порекомендовали Sony на Sony я кстати уже обзоры немножечко посмотрела немножко отзывы почитала там как-то так вот у всех плюс-минус хорошая плохая камера но единственное я нашла то что этой камеры уже на производстве производится 4 года то есть она довольно такая уже старенькая но тем не менее ее покупают хорошо и поэтому до сих пор она то есть приезжает к нам в Россию продается в наших магазинах до сих пор то есть это говорит о том то что это довольно хорошая камера у меня вот есть наушники Philips по-моему моим наушникам 15 лет и они до сих пор оказывается до сих пор продаются в магазине потому что они хорошие действительно то есть по сути подумайте 15 лет наушнику то есть вот такие вот большие вот наушники в которых я как раз сижу монтирую они очень удобные очень такие ну сейчас они конечно уже стареют то они бывают работают не работают ну была вот я в ДНС и я забыла про наушники про мышку мне папа напомнил то что у меня я вспомнила что у меня действительно начинает ломаться мышка мышку там моей тоже где-то года 3-4-5 ну да наверное даже нет побольше побольше ей наверное гораздо больше ей лет 5-6 наверное где-то мышки начинает ломаться где-то там не нажимается приходится сильнее нажимать и папа мне напомнил тебе мышка нужна нужна мне была нужна еще клавиатура я хотела прорезиненную но ее не оказалось вот не знаю может быть в следующий раз когда-нибудь папа снова приедет также может в следующем году решит мне сделать снова такой же подарок и тогда я уже куплю оставшиеся вещи в принципе меня пока что устраивает эта клавиатура вот я не особо много на ней печатаю ну ладно как-то так вот в любом случае я купила все те вещи которые мне нужны именно сейчас без которых мне довольно сложно обходиться то есть опять же вот эта вот сковородка да которую мы с вами видели то есть мне нужно их две когда я жарю блинчики я жарю на двух чтобы было это побыстрее потому что я всегда жарю блинов много стараюсь нажарить стопку потому что и муж там поест много еще и сын уже сейчас тоже ест блинчики и я то есть чтобы нам хватило как следует покушать и немножечко что бы осталось там на ужин там или на десерт на завтрак ну как-то так ну естественно там все вещи как раз вот нужны то есть я не пошла за айфоном например хотя могла бы мне папа сказал там может быть тебе телефон нужен вот я говорю да телефон у меня есть мне он очень нравится моему телефон да там уже один год где-то должен сейчас вот наверное в ближайшие месяца там недели наверное исполнится но мне очень очень нравится этот телефон там очень хорошая камера вот и как бы именно камера фотографирует то есть фотокамера она мне нравится то есть я не пошла так же когда в конце уже возвращаться домой он спросил ну когда перед тем как пойти купить камеру он спросил смотри давай так вот вот можем сейчас пойти купить тебе либо видеокамеру либо золото что ты выберешь конечно камеру ты что камера мне нужна потому что вот эта камера уже батарейка начинает садиться она время остается было у меня три часа сейчас где-то полтора часа чуть-чуть побольше где-то два часа то есть становится и она эта батарейка садится с каждым разом я ее заряжаю времени остается все меньше 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 однажды мне кажется просто этот аккумулятор там будет через каждые пять минут садится и то есть я не смогу купить даже у нас в самаре аккумулятор для этой видеокамеры вот что получается то есть большая проблема мне придется искать где-то 16 тысяч рублей то есть это довольно большая все равно сумма вот и покупать новую видеокамеру конечно она мне нужна потому что я планирую в ютубе записывать дальше ролики продолжать и ну блин она просто нужна реально вот я люблю больше технику я говорю золото это я его все равно не буду носить я люблю больше какое-то крупное какие-то не то что бусы а чтобы было что-то большое такое вот крупное мне большое нравится там кольца какие-то такие вот большие хотя честно говоря сейчас мне уже просто некогда одеть кольцо потому что с ребенком бежишь куда-то бежишь туда бежишь сюда быстрее выбежал в магазин ну не магазин а выбежал на улицу погулял зашел в магазин прибежал домой то блин вообще просто времени нет я даже не крашу уже ногти я даже ногти не отращиваю хотя до беременности у меня были очень длинные ногти то есть у меня были почти ногти по сантиметру их там красила каждую неделю то есть прям были я мечты ну думала что у меня всегда будут такие длинные ногти но пока я умываю ребенка сама я ногти отращивать не буду когда уже у меня ребенок начнет умываться сам то есть чтобы вот не залазь длинными ногтями ему в глаза это не очень приятно по себе знаю тогда уже ну бывают у меня конечно длинные ногти но мне их некогда красить потому что с ребенком целый день прыгаешь туда и сюда да вот сошла я уже немножко с темы поэтому в конце в самом конце мы уже пошли в магазин ДНС а нет сначала мы пошли там в МВИДЕО куда-то Вильдорадо был там оказалось что видеокамер там нету у них какие-то были акции и магазин полупустой там все скуплено я представила как куча народу просто несется в этот магазин на акции чтобы скупать и вот только оказалась в ДНС самая последняя камера она была с витрины но она на коробочке написано что она приехала в Россию 19 февраля по-моему что ли да 19 февраля то есть в принципе недавно то есть то что она ну как бы она не лежит на витрине там второй год или третий год это будет вот обидно а то что она довольно свеженькая новенькая вот чистенькая то есть ее никто там особо не заляпал не трогал вот и также на нее будет да обзор будет отдельно со всеми тестами с плюсами и минусами там все 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 хорошее будет такое качественное я сделаю хороший обзор на нее вам понравится надеюсь что вы будете смотреть вот так же в амбаре мы были да мне очень там понравилось там очень красиво поснимать как я говорила мне особо не удалось нужно было все таки наверное нанять оператора который бы меня снимал у меня была такая идея но поскольку это было срочно и я не знала во сколько приедет папа то есть он приедет на час раньше на час или два часа позже то есть я не знала этого как мы там встретимся с оператором будет он мешать нам с папой или нет я думала что мы с папой просто будем целый день спокойненько гулять по магазинам мне казалось что это будет так в итоге выяснилось что нужно было очень быстро 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 все срочно срочно делать вот поэтому то что я засняла будет во влоге немножечко там попозже немножечко там выйдет они по очереди у меня выходят чуть чуть попозже вот этот ролик сейчас выйдет а тот где то через семь дней наверное где то так вот ну в амбаре мне понравилось довольно красиво единственное мне казалось что будет просто магазины вот так вот по линии то есть один вот так магазин там в следующей линии другой как космопорт например у нас и там третья линия а там как то они идут вот так вот с той стороны что ли и посередине то есть ну блин можно запутаться но большой плюс там есть выходы на улицу то есть они довольно близко стоят друг к другу что ли я сейчас уже не помню то есть в случае чего сегодня начнется пожар вы можете спокойно выйти на улицу и уйти то есть не как в каком то другом магазине там вы находитесь на пятом этаже пытаетесь спуститься там не знаете где этот экскаватор находится как спускаться что спускаться то есть ну я не хожу даже в такие магазины вот после той трагедии в Кемрио которая была я не хожу уже все вот также погуляла хорошо мне очень понравилось понравилось то что то есть тратишь деньги несмотря на цены есть смысл теперь начать зарабатывать то есть работать какую-то там определенную сумму можно также накопить и просто пойти ее и потратить потратить там именно не просто какой-то дешевый магазин там какую-то фигню дешевую купить а пойти в нормальный качественный магазин бутик к тебе кстати хорошо относятся ко мне там очень хорошо относились там все такие добрые все даже я удивилась когда зашла в Ашан там нескольких консультантов я что-то спросила они такие добрые все да 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 идите туда в ту сторону обычно там просто посылают в Ашань потому что очень много народу они видимо устают а там все-таки добрые такое было ощущение знаете как будто у меня на голове какая-то вот корона такая вот была или знаете даже не корона как будто у меня над головой висела какая-то пачка денег там долларов и то что я ее хочу на данный момент потратить было ощущение у меня вот такое то есть прям реально там очень хорошо относились вот даже не смотрели на то как я была одета допустим или в каком состоянии у меня были волосы потому что я заходила в бутик там гуляли такие симпатичные девушки там с большими губами у них такие шикарные волосы прям знаете такие вот ровные прям ровные все волосы я на них смотрю думаю блин как классно иметь именно ровные волосы вот прям такие они такое ощущение как будто вот они из парикмахерской вышли и сразу пошли в магазин гулять и так ходят там все смотрят ну понятно там богатые там все у меня там ну конечно не такие уже волосы они у меня очень сильно попадали и смотрятся уже не так красиво как допустим несколько лет назад когда они были густые вот в принципе на меня все сказала не хочу чтобы получился ролик совсем длинный иначе вы не будете его смотреть надеюсь что он получится коротенький с вами был канал артмания подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии напишите в комментариях хотите ли вы обзор на лошадку ту которую купили в детском мире для Димы как она там собирается какая она внутри надо вам это или не надо обязательно напишите в комментариях вот так же на лото вот я говорила вам будет обзор на сковородку не знаю скорее всего она мелькнет где-то в каком-нибудь влоге и на видеокамеру тоже будет обязательно будет обзор я знаю что вам это надо вот их смотрят даже на вот эту вот камеру которую я снимала снимаю сейчас на нее тоже до сих пор смотрят мои видео обзоры там уже набрато сколько-то там тысячи по моему человек этого не человека просмотров вот так же смотрите мои другие ролики мои влоги как мы с сыночком гуляем отдыхаем уже наступило лето мы будем скоро с сыночком наряжаться и будем с ним гулять гулять изучать нашу Самару наш город наши всякие парки экскурсии маленькие вам будут устраивать так же теперь у меня есть вторая камера которая снимает надеюсь что довольно качественно так же мы с вами скоро ее проверим вот и так же смотрите там у меня есть обзоры на продукты я делаю тоже кстати все это для вас из фикс прайса по покупке там скоро тоже будет обзор где-то там в ближайшее время выйдет что я купила в фикс прайсе каждый месяц хожу туда вот и блин наверное все вот довольно много долгое время наверное там получилось всем спасибо за просмотр с вами был канал артмания подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии и всем пока пока до новых встреч до новых встреч до новых встреч до новых встреч